Девушки отдыхают Настроение с помощью интересных сюжетов Сегодня в программе Побываем на эстафете Моя спортивная семья в 12 школе Расскажем, как ансамбль хореографических миниатюр Победил в конкурсе в Днепре Затем увидим, как прошел фестиваль фолк-дэнс И в завершении узнаем историю появления подушки Оставайтесь с нами, будет интересно Занятие спортом Это отличный способ развивать в себе Самые лучшие качества Быть честным, справедливым И всегда двигаться вперед А еще быть дружелюбным и работать в команде И очень круто заниматься спортом всей семьей А там, как прошло мероприятие Моя спортивная семья Узнаем прямо сейчас Все знают, что занятие спортом Это полезно Ну а если заниматься всей семьей То получаем пользу в квадрате Или даже в кубе Убедимся в этом лично На мероприятии Моя спортивная семья Мероприятие Моя спортивная семья В школе номер 12 Стало уже традиционным По правилам в соревнованиях Принимают участие школьники и их родители Состязались между собой ученики вторых классов А вместе с ними их мамы Команда второго А называлась ВСЛК А второго В Капитошка В рамках мероприятия Участники проявили свои спортивные способности В разных эстафетах А задавали боевой дух чирлидеры Семейный турнир объединил детей и родителей В стремлении показать какие они ловкие, быстрые и дружные Веселые эстафеты дали возможность Не только проявить свои спортивные навыки Но и проверить семейные команды На сплоченность Расскажи, какая тебе эстафета больше всего понравилась? Где хотите, то с клюшкой мяч? А вам? Мне тоже с клюшкой очень понравилось А какая была сложная на вас взгляд? Сложно было для меня с мячом прыгать Ну а меня тоже А как вы думаете, кто выиграет в какая команда? Конечно, будем стараться, чтобы второй В победил Да Сегодня мы участвуем в этом мероприятии первый раз В конкурсе все были докладывающие Каждый открыл в детях и в родителях новые качества Очень рады участию в этом мероприятии И надеемся на дальнейшие победы А расскажите, откуда у вас такое рвение к победе? Рвение к победе, ну это, наверное, качество, которое заложено в нас с детства Когда-то мы маленькими чем-то занимаемся, стремимся к победам Сейчас вместе с детьми стараемся передать им Мы спортсмены А как вы думаете, какая команда победит? Ну я думаю, победят лучшие И конечно, как и на любых соревнованиях, участникам была очень важна поддержка Болельщики громко и дружно аплодировали и скандировали за своих фаворитов Расскажите, за кого вы болеете? За красных капитошек А как вы думаете, у кого больше шансов выиграть? Капитошки Я считаю, что синие, потому что Ну я видела, как они тренировались Синие очень часто сами попадали А красные очень часто промахивались Когда в баскетбол играли Я так думаю Все и дети, и взрослые проявили огромное рвение к победе И старались изо всех сил И конечно, спортсмены остались довольны Вне зависимости от результата Ведь главное – позитивные эмоции Которые в этот день были выше крыши В нашей школе эти мероприятия проводятся традиционно Уже несколько лет подряд Цель наших мероприятий – это, во-первых, хорошее настроение И родителей, и детей И мы привлекаем родителей к спорту Родителям и детям очень нравятся такие мероприятия Поздравляем учеников 2-го А с победой Ребята награждены дипломами и сладкими призами Занимайтесь спортом и помните В здоровом теле – здоровый дух Прямо сейчас поговорим об успехах ансамбля хореографических миниатюр «Арго» Недавно им покорился танцевальный конкурс «We Make Dance» С какими впечатлениями танцоры вернулись домой узнаем в следующем сюжете И покажем, какие номера «Арго» представили нас у зрителей и жюри Конкурс «We Make Dance» проходил в Днепре И в нем приняли участие коллективы со всей Украины Команда погровских танцовщиц соревновалась в четырех номинациях Эстрадный танец, дэнс-шоу, свободная танцевальная композиция и современная хореография Очень приятно, что мы из своей Донецкой области тоже приняли участие в этом фестивале Коллективы были довольно-таки сильные Потому что были и образцовые коллективы, и образцово-показательные коллективы Мы все-таки аматорский коллектив И поэтому нам вдвойне было приятно, что жюри оценило Мы надеемся, что по достоинству наших деток «Арго» завоевали три золотых медали и одну бронзовую Сделать это было непросто Но старательности, веря в себя, помогли одержать победу Творчество юных покровчан высоко оценило международное жюри Мы очень старались заработать призовые места В особенности первые места Там было очень много коллективов Они были очень сильные И я уже начала снижаться, что мы не сможем получить первые места Но мы все-таки получили первые места Жюри там была очень компетентная Из разных стран С Молдовы, Белоруссии, Украины и Грузии Очень хорошие впечатления Нам очень понравилось составить конкуренцию Коллективам, которые дольше нас занимаются Мы поборолись за призовое место Как казалось, что мы очень неплохо станцевали Заняли много призовых мест Нам очень понравилось Я думаю, что нам удалось победить Потому что мы очень долго тренируемся И по несколько раз все отрабатываем К выступлению на конкурсе предшествовала долгая подготовка Девочки усердно репетировали И результат их очень порадовал Мы занимались до 6-7 часов Когда уже было темно Нам приходилось хоть уже темно Но надо было идти домой По темноте Но мы очень хорошо отрабатывали каждый танец У какого танца у каждого есть ошибки И в этом танце, например, в хип-попе Были тоже ошибки Мы каждое движение пытались отработать И во всех танцах каждый сам Мне очень понравилось соревноваться с другими коллективами А также посмотреть и поучиться у других коллективов Но я для себя то, что надо стремиться к лучшему И добиваться лучшего Я ехала с отличным настроением Я была уверена, что у нас все получится Мы заняли три первых места И одно третье Мне туда хотелось ехать, чтобы быть лучше всех Показать, какой мы дружный коллектив После каждого своего выступления Девчонки просматривают видео И разбирают ошибки Это позволяет работать над собой И совершенствоваться А значит новые хореографические миниатюры Арко будут еще ярче и интереснее А ты умеешь водить хороводы? Ну, вокруг новогодней елки, конечно Вижу, у тебя уже новогоднее настроение Но сейчас не об этом Оказалось, вождение хороводов – это целое искусство И раньше без них не обходился ни один праздник А что нужно для того, чтобы научиться этому искусству? Ну, первым делом нужно посмотреть наш сюжет О мастер-классе фолк-дэнс по-кровски Народные танцы – вид искусства В котором отражена жизнь людей разных национальностей А среди огромного количества всех плясок Особое место занимают хороводы На мастер-классе фолк-дэнс в Покровске Решили вспомнить творчество наших предков Мы хотим сегодня современной молодежи Показать, как раньше наши предки проводили досуг Показать им, насколько это было интересно Насколько это было позитивно Это сегодня первые мы пробуем это И если это приживется в нашем городе То мы будем делать это каждый год Особенно в летний период Будем вводить хороводы на все наши крупные мероприятия и праздники Какие танцы сегодня танцуют участники? Они очень вкусные Они называются «картопля» По-моему, «капуста» Там много-много таких интересных названий Которые танцевали наши предки Хороводы всегда были важным событием в жизни людей Женщины и девушки, готовясь к ним, надевали лучшие наряды Предмет особенной гордости Закупали ленты и платки на ярмарках Часто ткали, шили и вязали сами Вот и на мастер-классе многие надели яркие национальные костюмы У нас сегодня приехали 30 человек из Доброполя Это один хоровой коллектив вокальный Один коллектив танцевальный Приехали их руководители У нас сегодня вокалисты есть Театр мод А дети, ну я думаю, наверное, от восьми И заканчивая взрослыми В хороводе всегда появляется чувство единения и дружбы Парни и девушки держатся за руки Иногда за предметы одежды Вообще, это очень интересно И участники мастер-класса могут это подтвердить А какой хоровод тебе понравился больше всего? Капуста А тебе какой хоровод понравился? Капуста Почему именно этот хоровод? Потому что там бегать можно было Ну, было весело Там бегали, ну всякое такое Какой хоровод тебе понравился больше всего? Капуста это было весело Если честно, когда тебе приезжали Особенно тогда, когда мы стояли вместе с Лерой. И когда мы не видим все, не слышим друг друга, но слышим только маленький писк. Как кто-то что-то говорит. Мне тоже понравилась капуста, когда мы все заводили хоровод. Это было очень прикольно. Как-то я обошел практически всех людей. Я просто стоял посредине. И много с кем поздоровалась и познакомилась. Мне тоже понравилось, когда мы танцевали, потому что мы попробовали со всеми людьми потанцевать. Это было очень здорово. Хороводы, как и любые другие танцы, вызывают море приятных эмоций и много позитива. Поэтому при случае не отказывайтесь от возможности поводить хороводы. А следующий сюжет для любителей поспать. Ну то есть для всех? Да. Мне кажется, все любят поспать. Ты права. И сейчас речь пойдет об истории появления подушки. Но только смотрите, не проспите. Сейчас трудно представить дом, в котором бы не было подушек. А ведь раньше это было привилегией только богатых людей. Сколько же лет неизменному атрибуту нашего сна? Никто не знает точной даты, но интересные факты сохранились. Первые подушки в мире были обнаружены при раскопках гробниц фараонов и египетской знати. Тогда их делали с одной целью – уберечь сложную прическу во время сна. В древнем Китае производство подушек стало выгодным бизнесом. Их изготавливали из камня, дерева, металла или фарфора и придавали прямоугольную форму. Интересно, хорошо ли высыпались на таких, мягко говоря, не очень мягких подушках? Подушки из тканей и матраса, набитые мягким материалом, появились впервые у греков, которые большую часть своей жизни проводили именно в постели. Их набивали шерстью животных, травой, пухом и перьями птиц. А наволочку изготавливали из кожи и ткани. Подушка могла быть любой в форме и размере. Уже в пятом веке до нашей эры подушку имел каждый богатый грек. Кстати, само слово подушка происходит от сочетания пот и ушка. Но самой большой популярностью и уважением, как в давности, так и сегодня, подушка пользуется в странах арабского мира. В богатых домах их украшали бахромой, кистями, вышивкой. В нашей местности подушки из пуха могли иметь только богатые люди. Крестьяне мастерили их себе из сена или конского волоса. Когда в мире начался производственный бум, подушки стали делать массово и наполнять пухом, гречкой, синтепоном. А бывают они самые разные. Есть подушки-игрушки, светильники, антистресс и даже подушка с памятью. Одевайтесь теплее и будьте всегда в хорошем настроении. Ну а мы, как всегда, будем ждать вас у телеэкрана в пятницу. До скорой встречи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!